Лариса Бутеева Девчонки, у нас сегодня невеста-артистка. Ну, я вам скажу, если хорошая артистка, будет естественная. Если плохая, будет выделываться и играть. Так что давайте надеяться на лучшее. А бороться за нее будут кандидат наук Никита, мастер спорта Андрей, танцор Бальник Егор. А невеста у нас Анна. Давайте знакомиться. Ремарк сказал, какой бы сильной ни была женщина, она ищет мужчину сильнее себя. Не для того, чтобы он ограничивал ее свободу, а для того, чтобы быть рядом с ним слабой. Вот и я думаю, что я сегодня встречу мужчину, рядом с которым мне захочется быть слабой. А помогут мне в этом мои друзья Екатерина и Паскаль. Очень приятно. Проходите, садитесь. Анна, 28 лет. Через 5 лет гражданского брака узнала, что муж обзавелся второй семьей. Анна – актриса. Катается на горных лыжах, играет в большой теннис, занимается йогой, умеет фехтовать. Читает классическую и современную литературу, ныряет в проруби и купели. Мечтает сыграть девушку Джеймса Бонда. Анна предупреждает, что не потерпит от мужчины неряшливости, как во внешности, так и в поступках. Познакомится с умным и харизматичным джентльменом, способным по-настоящему ее полюбить. Анечка, вас представили как начинающая актриса, но 28 лет для начинающей – это уже. А много фильмов на вашем счету? Или, может быть, в театре работаете плотно? Нет, дело в том, что это моя не первая профессия. По первому образованию я юрист. Прекрасная профессия, кстати. Спасибо. У меня есть главная роль в полнометражном художественном фильме, который объездил много кинофестивалей. И сейчас делаю свои первые шаги. Есть образование актерское? Да, конечно. Я закончила ГИТИС. И мое третье образование в ГИК – это уже в ГИК продюсерское. Я, кстати, даже не ожидал, что такая внешне привлекательная девушка. И столько увлечений, столько знаний. А зачем? Готовите запасные аэродромы? Или привыкли на никого не надеяться? Потому что здорово, если не повезет в одной профессии, есть другая. Дело в том, что я родилась в семье военного. Мой папа – летчик-испытатель. Поэтому в семье были разные времена, так сказать. И когда я закончила школу, мечта стать актрисой была, естественно, вот прям вот с пеленок. Потому что я всегда участвовала во всяческой самодеятельности. Родители были против? Нет, родители были всегда за, но я с 15 лет работаю. И мне важно не зависеть от кого. А кем работаете в 15 лет? Я работала с официантки начинала, потом администратором. Ну и, собственно, вот так. Нуждалась семья, да? В семье были разные моменты. Были моменты, когда мы ели на Камчатке, когда служили красную икру ложками. А были моменты, когда и делили нецонную воду. Вот как раз красную икру ложками-то, она поперёк горла. Хотелось с большой земли-то колбаски варёной, наверное. Ну, когда как. Были разные времена. Да, да, да. А давайте теперь про любовь. Когда появился мужчина, много вас старше? Я встретила его 21. Ему было 40. Ему было 42 на тот момент, да. Это человек, который перевернул мою жизнь с ног на голову. Добивался вас? Он добивался. Он ухаживал очень красиво. И самое главное, понимаете, я в его руках все эти 5 лет росла. Просто вот как-то прорастала до состояния дерева красивого. А выросли-то? Выросли-то в кого? Красивого кустарника, наверное. Не знаю. Я научилась разобираться в театре, в кино, в живопись. А у чего он занимался? Он в банковской сфере. Но очень важно, он никогда не баловал меня. Он никогда не экономил на моем здоровье, на здоровье моих близких, на моем отдыхе. Я ни в чем не нуждалась, но у меня не было вот этого сумасшедшего, сумасшедшего вот этого мишуры, да, которая сейчас вокруг. Не рассматриваешь ли, что отношения в разнице 20 лет – это папа и дочь? Скажите, а почему же такую юную девушку, которая окружила такой заботой, он замуж не звал? Почему? Звал. В самом начале наших отношений он намекал, он говорил о том, что может быть… А намекал как? Ну, вот, как бы не пожениться, да? Ну, да. Когда-нибудь. Ребеночка от тебя родить. А так официально делал предложение «руки и сердце» вот у родителей, просил? Нет. Ну, просто обнадеживал, так обтекаемо, многие так морочат голову. Нет, нет, Лариса, абсолютно, я с вами, простите, не согласна здесь, потому что… В самом начале отношений мне хотелось ещё вот этой романтики. Замуж не хотели из него. Думали, что ещё всё впереди. Да. Можно сказать так. Моложе могла найти. Нет, нет, Роза, я была не просто влюблена в этого человека, я им жила, я им дышала. И он научил меня любить верно, глубоко, до полной самоотдачи, как я называю, до мозга костей и кончиков пальцев, понимаете? И вот в тот же момент, когда я поняла, что я открываю в себе какие-то просто сверхспособности, я учусь любить человека с каждым днём всё крепче и крепче. И в тот же момент я поняла, как я хочу ребёнка от этого человека. Я хотела, чтобы вот такой вот комочек лежал у него на груди, похожий на него. И вы ему об этом сказали, да? И я ему об этом говорила. А он что? И он просил. Он с самого начала наших отношений говорил, что он хочет ребёнка. Ну так… Но каждый раз, когда он мне вот об этом говорил, понимаете, у меня… Вот многие женщины меня поймут. Состояние какой-то сумасшедшей любви, страсти, желаний и в то же время тоски и боли, потому что я не могла сделать этого… Больной, что ли было? В тот момент. Почему? Нет, Роза. Потому что я поступила в ГИТИС. А первые два года, вы прекрасно понимаете, что это… Ведите утра, да? А он не был против. С понедельника? Нет, он был за. Более того, я поступила туда, естественно, сама. И когда меня уже зачислили, он был горд и доволен. Мне вообще было очень важно развиваться и быть для него самой лучшей. Но учеба в театральном институте съедает не половину времени, а всё время. Это с утра и до ночи. Иногда и ночуешь в аудитории на матах. И воскресенье в том числе. Театральная жизнь и с личной жизнью не очень сильно состыковываются. Анечка, как так получилось, что ребёнка хотели от него вы, а родила другая ему? И как вы об этом узнали? Я… На третьем курсе мы с ним разговаривали и решили ещё повременить пару лет до окончания. Потому что я понимала, что если дипломный спектакль «Животиком» я отыграю, то бросить, оторвать своё чадо от груди ради 7-часовой репетиции, я просто не смогу. Мне придётся расстаться с своей профессией, о которой я так долго мечтала. Поэтому мы решили повременить до окончания ГИТИСа. А на четвёртом курсе я не знаю, в какой момент это произошло. Это, знаете, складывается просто по мелочам. Когда я поняла, что что-то не так, и, видимо, кто-то есть. Господи, как он меня берёг? Он… А он своим сексом занимался или нет? Потому что, судя по тому, что, как Лариса рассказывает, вы там дневали-ночевали, мужчина же взрослый, в конце концов, ему нужна полноценная сексуальная жизнь. Значит, кто-то добирал. Правильно. Ну и не углядел. А что же она хотела? Что думала-то? Профессия, профессия. Как мы выгадались? Роза, вы посмотрите на меня повнимательнее. И что, осмотрели? Ну как меня можно не хотеть? Тебя можно. Роза. Я имею в виду, что когда работает пальчик, вы не знали, потому что на диване увидели между подушками чужие волосы. Дело даже не в волосах. Я понимала, что что-то не так, и я чувствовала, что вот это единство, оно куда-то улетучивается. Ну, женщины, мы всегда всё чувствуем. И вот одна, что он рассказал, что к нему приехала сестра. Да, я была на фехтовании в тот момент. То есть он вас не ждал дома. Я должна была прийти в определённое время. Мы пришли раньше. Пришла раньше, да. Поэтому получился вот такой, так сказать, форс-мажор. И по его поведению, по его состоянию я поняла, что что-то не то, и что здесь была не сестра. И как он берёг меня, как он не хотел... Почему он дверь не открывал? Не объяснил, да? Не объяснил. Он сказал, что его не было дома. Да, но вы ведь никуда не уходили, и вы видели, что из подъезда вышла девушка, и вы сразу догадались, что она именно из этой квартиры. Потому что наше сердце любящего человека очень чувствительное. Да? Да, именно так. И вот вы дрожащими руками дома всё проверили, даже вытрясли мусор на ведро. Все бы так сделали, и я бы так сделала. Это нормально. Потому что никому не хочется жить в неведении и чувствовать себя обманутой. Всем хочется знать правду. Ну, за исключением глупых, которые сначала закрывают на всё глаза, чур-чур не хотят знать правду, а потом как обухом, понимаете, и до психушки. Я хотела правду, и я её добилась. Да? А что вы нашли такое? Какие вещественные доказательства? Ну, волосы, блондинки, а ещё что? Я не хочу об этом говорить. Так уже какие смыслы улики? То есть, когда видно, когда отношений нету... И опять, даже не забывайте, что всё-таки о такой вещи, как женская интуиция. Но всё-таки он сознался, признался, что есть ребёнок на стороне через несколько месяцев. И что этот ребёнок родился, когда он был с вами в отношении? Да, это была такая случайная связь. Я не буду давать каких-то конкретных характеристик именно этой женщине. Но могу сказать, что я глубоко презираю и буду презирать женщин, которые пытаются, святая святых, ребёнком, а не собственными мозгами и сердцем, удержать. Ой-ой-ой, давайте тут это. Вот, пожалуйста, я тут специально, что тоже как-то в интернете таласть умею. Вот пиши вот статичку вот тут в интернете. Женатый мужчина Гоша Куценко прилюдно целует с молодой актрисой и больше не носит обручальное кольцо. И актриса-то у нас, оказывается, Анечка наша, обнимает вот он вас, Куценко-то, при всех целует губы и кольца не носит. С Гошей Куценко мы снялись в одном фильме. Это как раз моя дебютная работа была, в этом фильме я снялась на четвёртом курсе. И мы играли мужа и жену. Мы с Гошей в прекрасных дружеских отношениях. Мы никогда нигде не встречались. Мы не игрались под ним. Нет, абсолютно, мы никогда нигде не встречались. Анечка Куценко совершенно неинтересна. Сейчас вот просто по фактам, потому что эмоции, это абсолютно... Я вам потом сама всё расскажу. Вы ведь ему простили, не ушли от него. Знаете, я смогла простить, потому что количество положительных характеристик в этом человеке глубоко превышают количество отрицательных. И вот эту интрижку, которая стала роковой для наших отношений, я могу списать на шалость. Потому что таких мужчин, как он, в мире единицы. Если не доверяешь, расходишься. Если доверяешь, то живите вместе и двигайтесь. А расставались болезненно мы со своим идеальным мужчиной? Знаете, я расставалась не просто с ним болезненно. Я прошла через психологов, через состояние аффекта, через антидепрессанты. Он вас оставил? Я вынуждена была уйти. Не смогла с этим смириться, потому что всё равно были какие-то звонки, контакты с той женщиной и с тем ребёнком. И мне, естественно, нужно было что-то ковырять, поэтому каждое какое-то ковыряние заканчивалось ссорой, скандалом и так далее. Поэтому мы не смогли дальше жить вместе, понимаете? Хотелось бы задать ей вопрос в глаза, любит ли она его ещё до сих пор, и посмотреть на её ответ. Анечка, мне очень хотелось узнать, повзрослели вы или нет. Это вам 28. 28. Сами понимаете, что у актрисы, тем более, мы как никто знаем, что такое время для нас, которое не щадит, подпирают сзади. Это то, что касается профессии. Но и женский век тоже недолг. Поэтому что вы сегодня хотите? На сегодняшний момент мне нужен любящий супруг, который будет иметь, конечно, железные нервы и очень крепко меня любит. Почему у него должны быть железные нервы? Потому что ту профессию, которую я выбрала, наверное, в одиночку мне будет сложно потянуть. Вот, железные нервы, я знаю, про кого это. Хотите, чтобы вас любили? Любите сами. Теперь хочу вас разубедить. Понимаете, актерская профессия в наше время перестала быть такой романтичной и значимой, как времена покойной Лидии Смирновой, Аллы Ларионовой. Сегодня артистки, которые за две пары, а то и одну пару обуви в гуме торгуют своим лицом, я тоже этим не брезгую, если мне платят хорошие деньги. Мы стали в шаговой доступности от зрителя. Поэтому в нас нет никакой романтики, есть моложе нас, красивее, ярче, сексапильнее и желаннее. Поэтому то, что мы артистки, понимаете, и мы вот такие все, не как все, это забудьте. Мы сами должны и готовить, и детям менять памперсы, и водить их в школу, и в детский сад. Будь вы актрисой, не знаю, неврологом, хирургом, психологом, это вас не лишает обязанности быть просто женой в семье. Мне кажется, она избалована отношениями, потому что она красивая, чаще всего очень красивые девушки, они получают много внимания. С вашей стороны тоже должны быть какие-то обязательства. Почему мужчина должен выбрать вас? Женщина должна вести хозяйство. Вот что, вот я и хочу узнать. А что вы так прекрасно будете дома делать, и за что вы будете отвечать? Она должна быть женщиной, женой, хозяйкой, конечно, хранительницей домашнего. Ройдите, когда хотите родить. С удовольствием. В ближайшее время, понимаете, мой материнский инстинкт, он уже не просто, не знаю, зовет, он орет благим матом. Ну, поздно родящая вы уже, дочь-то. Поздно родящая, конечно. Поздно полный метр, нормально родящая. Она троих, пойди как в Голливуде хочет, в 40 лет первенца. Хочу, без проблем, будут близнецами отстреливаться, Роза, с удовольствием. Я считаю, что жизнь в семье ради ребенка, это неправильно. Василиса, что там мы со звездами? Нам потребуется настоящий красавец. Это не значит, что он должен быть как Аполлон или есть какие-то обязательные каноны. Он должен именно произвести впечатление. Второе, он должен обеспечить вам разнообразную жизнь. Он должен быть действительно интересным, потому что вы совсем не такая волоокая в обычной жизни, как вы сидите здесь. Вы гораздо более шустрый, вы игрунья, вы человек, который достаточно легко может скучать, если в жизни нет какой-то бесконечной кавалькады событий, если люди, факты не меняют друг друга. Поэтому мужчина должен уметь не только финансово обеспечить вот это разнообразие, но в том числе и быть каким-то таким инициатором чего-то нового в жизни. Насколько она готова к новым отношениям и действительно настоящим. Потому что то, что было в прошлом, это было как-то все смутно, мне кажется. То, что она рассказала, много всего непонятного. Через несколько минут нашу невесту ждут три незабываемые встречи. И, возможно, одна из них изменит ее судьбу. Вы не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в гостях Анна. Встречайте первого жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день, Аня. Спасибо. Очень приятно познакомиться. Пока ты меня не видела, но я видел и слушал историю. Я очень хочу побороться за твое сердце в числе тех трех претендентов, среди которых я тоже буду. Меня зовут Никита. Очень приятно. Очень приятно. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Никита. 30 лет. Менеджер по проектам в международной компании. Кандидат технических наук в области нефтехимии. Гордится тремя высшими образованиями. Читает американскую литературу 20 века. Рисует эскизы карандашом, предупреждает, что две недели в месяц он проводит в командировках. Официальный брак Никиты продлился недолго. Через месяц после свадьбы жена вернулась к родителям. Надеется, что с Анной они будут неразлучны всю жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, лохматые. Здравствуйте. И вы... Я просто... Мое отличие от вас, то, что я блестящий деятель, а вы только выдающийся. Да, да, да. Это для кого цветочки, я смотрю? АПЛОДИСМЕНТЫ Очень приятно присутствовать у вас в гостях. АПЛОДИСМЕНТЫ Девушки Розы с шипами, берегитесь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Роза, очень нравится ваши комментарии. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Какой молодец. Да. Галантный очень. Всем да, вам подарил цветы. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вы, конечно, рекордсмен по длительности брака. Сколько были в браке дней? Около двух месяцев. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Около пяти лет. Опа-ньки. Вот я не знаю, засчитывать, не засчитывать вам? Ну, давайте оставим это на усмотрение судьбы. А жили вместе или женихались? Ну, мы начали встречаться. Мне было 25 лет, ей было 23 года. И я могу с уверенностью сказать, что это была любовь первого взгляда с моей стороны. Мы познакомились на конференции в городе, из которого я приехал. В общем, я увидел эту девушку и понял, что она... Вы были из разных городов? Нет, мы были с одного города. А кто кому предложил переехать в Москву, по-моему, да? Ну, сначала у нее было это предложение, что как вариант. По работе, да? Нет, как вариант вообще переехать. А потом я уже стал подготовливать почву и подготовил почву, то есть определился с работодателем и переехал вначале сам, а потом через 2 месяца ее перевез. В съемную квартиру? Да, в съемную квартиру, да. Сразу скажу, что съемная квартира первоначально была не в очень состоянии. Она испугалась, когда вошла в эту квартиру? Ну, скажем так, я ее подготовил, что сказал, что квартира не очень... Она испугалась или расчаровалась? Она не испугалась и не расчаровалась, но она так осмотрела к другому сказал, ну, в принципе, да. И сколько вы с ней прожили в таких условиях? Ну, вот мы прожили около 7 месяцев и потом 2 месяца брака. Да, расписались и все. Она ждала от вас предложения раньше, как вы думаете? Я делал предложение еще до переезда в Москву. А она согласилась? Да. Ну, там не было вариантов отказаться, просто я делал на ее дерожении при родителях. Но она, наверное, хотела пышную свадьбу, гостей? Со свадьбой вообще очень интересная история. Я, как человек, могу сказать, более практичный, я не хотел грандиозного какого-то события, я хотел именно расписаться и уехать далеко. Чего, правда, народ кормить-то? Далеко. Но она хотела именно в Измайловском ЗАГСе, в машина с куклами. Да, это была ее идея. А почему там? Ресторан? Козырно. Ну, пока я не увидел Измайловский ЗАГС, я тоже думал, почему именно там. Потом я увидел, в принципе, и понял. Ну, это красиво. А что, Грибоедовский тоже неплохо? А я там не был. А, мне нечем сравнивать. Нет, мне нечем сравнивать, да. Слава Богу, пока один раз был. Ну, так и что? Ну, и получается, что перед тем, как мы еще планировали, да, свадебные все дела, это все приросло достаточно такие терки. Свадьба, она позволяет по-настоящему задумываться о том, что вы вступаете в из-за брака. Они просто так встретились и разошлись, да, что это очень такое отрицательное мероприятие. Свадьба все-таки состоялась? Да, свадьба состоялась. Послушайте, ну, некоторые просто уже со свадьбы уходят разведенными, успев и подраться, и повыяснять отношения. У вас все-таки свадьба прошла, я так понимаю, более-менее мирно? Да, более-менее мирно. А куда поехали? Ну, в эту же квартиру, наверное, да? Нет, нет, свадебное путешествие. Нет, свадебное путешествие. Да, и поехали вы на Мальдивы, да? Ну, при том, кроме того, что она предлагала ехать на Мальдивы, она просила еще брать свадьбного фотографа, оплачивать ему путевку, и якобы бесплатно нас будут фотосессировать, да, но это стало бы тоже достаточно приличный бюджет. А может быть, там нужно было заказать, на месте? Есть такие условия? А мы медицинскую карту не смотрели, у нее не было она не лежала там в клинике пограничных состояний, нет и неврозов. Или даже я не могу себе этого позволить. Мне такое ощущение, либо я брежу, или весь мир сошел с ума. Не, ну, желать с собой фотографа вести, это уже ну, это уже, да, это уже перебор. Фотографы взяли с собой? Нет, фотографы не взяли и поехали в Доминикану. Сэкономили. Ну, знаете, как есть, как говорится, да, мы посовещались, я решил. Мы ведь там не поссорились ни разу, все было хорошо, вы вернулись. Почему все-таки расстались? Ну, как не поссорились? Конечно, были нюансы такие. Из-за чего? Ну, два человека начинают жить вместе уже в качестве мужа и жены. Я думаю, что... Что изменилось? Боже, я со всеми мужьями жила до свадьбы, потом после свадьбы. А что меняется-то, кроме того, что есть штамп? Есть два человека, два мнения. Вот мой минус как человека, то, что я привык, чтобы мое мнение было доминирующее. Понимаете? А это, как бы, есть же еще личность. И личность тоже... Я готов идти на компромисс, вот сейчас уже. Я готов идти на компромисс, но не всегда, сразу говорю. А в каких случаях не готовы принципиально? Вот что является очень важным? Оценить, проанализировать конечный результат. Если он будет с практичной стороны более-менее выгоден, то да, я готов идти на компромисс. Вот, смотрите, Никита, у вас вот такая девушка перед вами. Да, очень прекрасная девушка. Есть возможность сегодня уйти с ней и вообще через какое-то время жениться и рожать детей вместе? Замечательно. Вот одной девушке хочется уступить, а второй хочет сказать... Нет, рыба моя, все будет так, как я сказала. Вот как вам кажется, с Аней у вас как будут выстраиваться? Ну вот, Ане хочется уступать и уступать. Это кажется, что ему где-то темнеть немножко. Вот вы мечтаете... Не, мне нравится ваша мечта. Жить в большой квартире в Москве. Да. Причем ездить на очень дорогом автомобиле, стоимость которого будет от 2 миллионов долларов. Да. А что, на квартире уже? Это что, что такое мобиль? У каждого человека есть некая материальная мечта. Да? Пусть это будет мечтой. На последние деньги, Никита, такие машины не покупают. Это мечта. Значит, до этого у вас должно быть уже все настолько мармеладный. А вы куда жилу сейчас приведете, пока квартир в Москве нет? Я пока снимаю квартиру, но в ближайшее время я решаю вопрос собственной жилоплощади. А если так случится, что Аня будет зарабатывать больше, чем вы? А этого не будет. Ее Аня не будет. Вы ее себе или вы не дадите ей работать? Я уверен в себе. Не, ну если у нее получится больше, такой же бывает. И будут большие гонорары. Ну, значит, будет к чему стремиться, и я постараюсь в ближайшее время решить этот вопрос в свою пользу. Хорошо, спасибо. Покажите сюрприз. Интересно, что он сюрприз не покажет. Сейчас увидим. Ты видишь перед собой стенд с размещенными на нем шариками. В шариках, в каждом шарике размещен некий предмет. Где-то просто пустышки, да, а где-то предмет, символизирующий успешные дальше дальнейшие, я надеюсь, отношения, которые будут развиваться и развиваться. У меня в руках дротики, обыкновенный дарт. Но ты стоишь очень близко, и я думаю, что тебе бы было очень просто, и нужно немного усложнить задачу. Я боюсь, что немножко попорчу твою прическу, но мы с этим как-то справимся, как-то справимся. Вот то количество дротиков, которые ты делаешь в руках, только у тебя выстрелов. И, я думаю, можно начинать. Давай, бросай. Тебе тоже лучше дать. Бросай. Да я уже за спиной, я не волнуюсь. Один есть, а там просто конфетти. Дальше. Мимо. Еще. Еще. Бери выше. Опять конфетти. Еще. Мы верим в тебя. Давай. Главное, чтобы она умела стрелять. Не только глазами. Лишь бы ни в кого не попало. Остался последний выстрел. И мне кажется, что нужно девушке сделать поблажку. Давай. Никита, может, вы продемонстрируете свое умение и меткость? Давай одновременно. Я первая. Видишь? Отлично. Отлично. Ты выигрываешь кольцо. Спасибо. Спасибо. Молодец. Дмитрий и Виталий. Проходите с вами другом. Нет, кольцо можешь поставить. Ты вообще красавчик. Мне понравилось. Прям вообще. Всем спасибо, всем спасибо. По-моему, очень милый, Сергей Иванович. Черт. Молодец. Без упаковки. По-моему, очень милый и со вкусом во всяком случае. А что ж на пальцем не одеваешь? А еще рано. Конечно. Молодец. Вообще, какое впечатление? Парень хороший. Меня несколько смутило, что выглядел он как джентльмен с бабочкой, но сразу перешел на ты. На ты сразу перешел. Мне кажется, это нормально. Я думаю, что нужно сюда бы брать быка за рога, и девушки любят наглых. А не показалось, что он немножко такой хвальбон? Мне кажется, это защитная реакция. Ой, сначала мужчины вам говорят, я жадный, я злой, я храплю. А мы говорим, да нет, нет, это его защитная реакция. А храплю, вы ходите замуж, а он выходит жадный, злой и храпит. Вы говорите, как? Ну, как? Он говорит, я же тебе говорю. Я же говорил, да, я же предупреждал. А кто у нас Никита гороскопический? Никита у нас лев, но важнее другое, что у него в гороскопе восходит земная Венера. И он мужчина, который, разумеется, не так белый пушист, как он здесь пытался представить. Ой, он совершенно не белый пушистый, даже я не пытался представить. Он в отношениях совершенно спокойный, достаточно часто способен напоминать подруге о ее недостатках. Он очень критичный молодой человек. Это не отменяет его каких-то замечательных качеств. Он способен заботиться о женщине. Но надо сказать, он придирый и действительно все будет решать. Ну, кстати, я скажу сразу, что в тех отношениях я был более сдержан и очень мало говорил о каких-то недостатках или что мне не нравится. Никита, а женитьбу воспринимает, а мне нравится. Как приватизацию собственной жены. Знаете, хорошо быть личной собственностью, даже душевной. Если все с материальной точки зрения, все хорошо. А у нее будет хорошо, уж не знаю, что там звезды говорят. Три высших образования, это не хо-хо, как говорится. И мечта, о, вот я-то не мечтала, думаю, может, если мечтала бы я о машине 2 миллиона бы, может, сейчас пойди, гляди, в другом месте бы заседала бы. Ну, смотрите, мне кажется, вот Роза прям за меня вот. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам советы в любое время. И не пропустите новые знакомства через несколько минут. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Анна. Встречайте второго жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, меня зовут Андрей. Я приехал из Минска, куда, смею надеяться, заберу и тебя. Но для того, чтобы заочно познакомить тебя с этим прекрасным городом, хочу тебе подарить вот такую книжку. Ну и, естественно, цветы. Спасибо. Спасибо, очень приятно. Проходите. Андрей, 33 года. Владелец рекламной кампании и занимается боксом, рукопашным воин, дзюдо и ушу. Гордится разрядом мастера спорта Белоруссии. Предупреждает, что следит за своим питанием и не любит, когда его будет по утрам. Возлюбленная Андрея уехала в Америку, не попрощавшись и осталась там навсегда. Надеется, что Анна никогда его не бросит. Да, пожалуйста, разъясните. Спасибо. Как приятно. У вас одинаково бутет практически. На одном месте, наверное, брали. А, Андрюш? Да. Я хочу узнать, сколько же вам лет было, когда с вами вот такая вот история приключилась? Ну, было давновато, на самом деле. Это было, где-то мне было 19 лет. То есть это первые курсы у меня в Ситете. Ой, так это сто лет назад. А, ну, да, ну, это очень сильно повлияло, скажем так, на мою судьбу дальнейшую и на мои взаимоотношения, которые были уже под затону. А сколько вы с ней встречались до того, как она объявила, что в Америку уезжает? До этого момента где-то год, потом еще полгода она была здесь и потом уехала нам. А она поехала по обмену или родителей туда отправили? Нет, она поехала по программе, которая дает возможность студентам работать в Америке. Там определенное количество времени, по-моему, три месяца по году. А вас не звала с собой? Звала, но тогда не было возможности у меня. Я, как бы, и учеба, и занятия спортом мне не позволяли. И тогда действительно просто не хватало времени на это. Ну, в 19 лет все-таки родители решают, что ребенку лучше там будем учиться в Москве, в Нижнем Новгороде или в Америке где-то. То есть вы на нее сердце-то не держите. Я думаю, что это не ее было решение. Нет, я в общем не держу. На самом деле это было ее право, ее выбор. И она вам написала письмо, что она уехала не попрощавшись, потому что иначе бы ее сердце лопнуло. Она мне написала, что, Андрей, мое сердце разрывалось от ощущения расставания с близкими, с родными и с братом. Если бы ты был там в аэропорту, я бы просто не смогла уехать. То есть она решила расстаться так, сразу обрубив все отношения. Понятно. Вы ведь долго с ней еще потом продолжали общаться, переписывали, при том писали письма вживую. Да, года два... Хотя это уже было время интернета, ведь, да? Да, было время интернета. Ну, он только начинался, скажем так, у нас. Но мне казалось, что все-таки бумага, она может передать частичку души. И у меня были такие моменты, я выходил на улицу, это была весна, цвел жасмин, и мне хотелось передать вот это ощущение. На вас еще письмо вживое, оно материальное, ты его можешь понюхать, пощупать, положить под подушку, поцеловать. Я цвел цветочек жасмина и клал туда в конверт, для того, чтобы она щитила ту весну. Ну, вот так. Мне кажется, он такой остромодный. А вы как, вы планируете в России к нам перебраться? Вы же в Минске живете, или жену к себе повезете? Я думаю, что мы как-то уже сами определим. Нет, не сами. Давайте сначала со мной определимся, а потом... Нет, я просто не знаю приоритетов Ани, да, Костя, если... А вы как, вы живете в столице, вы живете в столице, ребят. Да, то есть, где будет удобно? Конечно. А вам где? Как я обожаю Минск. Что значит, где будет удобно? Вы были в Веларуси, Анечка, когда-нибудь? Я была однажды в Минске проездом, да. И это потрясающе. Я обожаю туда, как только гастроли в Минску, у меня наступает заранее счастье, момент счастья. Ты только на гастроли туда езжай, езжай там. А вы поедете в Минске? Но она будет жить там и в Москве. Вот, говорит, не поедет. Почему? Потому что Москва это тот город, в котором я работаю. Дорогой, давай пойдем в США. Нет, мы будем в Минске. Вы будем в Минске. Тут тоже нормально. Все, кусался. Я сказал Минск, значит Минск. Вот нет ощущения, что вы с Аней потеряете время. Вот она вам на все говорит нет. В Белоруссию не поедет, это она не будет. Пятое-десятое? Нет, я так не думаю. Ну, хорошо. Утром вас почему не надо будить? В смысле, сразу ушу можно это получить? Ну, если-ка неадекватно, скажем так. А вы бываете неадекватные? Слушайте, это очень важный момент. На самом деле самоконтроль в семейной жизни вообще очень важен. Что значит не будить? А если ребенок заплакал ночью? Если необходимо что-то сделать? Это утрировано, конечно. Я просто, говорят, я не включаюсь сразу в работу. Не могу... Любимая, а есть ли у нее вдохновение? А ей монолог хочется пререпетировать в 4 часа ночи. И она разводит и скажет, что Андрюша, послушай меня. Вот из последнего. Я вам пишу. Я, блядь. Удивитесь сюрпризом. Для моего сюрприза, Аннушка, позвольте вас пригласить. Мы чуть поближе друг друга узнали. Разрешите пригласить вас на медленный танец. Ну, танец будет непростой. Он будет с усложняющимися уровнями сложности. То есть? Мы танцуем с вами, не выходя за пределы данного пространства. Нет, не надо это делать, пожалуйста. Это же швадебный конкурс, которому 3000 лет. Вроде получается. Вроде получается. Давайте усложним. Познакомимся еще немножко поближе. Ну и последний. Так, критический уровень сложности. Мы будем выходить из этой ситуации. Берите меня на руки. Я хочу, чтобы вы узнали, что через все жизненные сложности я готов нести вас на руках. Спасибо. Спасибо, ребят. Проходите с вами. Как вам? Говорю, хитрец. Однако, нашел способ сразу на руки взять. Ой, молодец. Так вот этот вот контакт физический, он что-то дает. А что же вы соглашаете? Мужчину. Я обожаю бульбашей. Обожаю. Какие у них мужчины. Вот я вам хочу сказать. Наверное, распятые приходят к нам из Беларуси. Женихи. Один хорошо, другого. Все, улыбка лучезарная. Открытые. Открытые. Мужики какие-то. Это в них есть вот такая подкупающая вот та самая простота, чистота. И как ты им доверяешь? Гузеева в тебя влюбилась. Ну да. Ну, я думаю, что вы друг другу стойте. Он, как говорится, первый хоть жених хоть колечко принес. Ладно, пускай не настоящая, пускай хрушительная. А этот, как говорится, и даже колечко не принес сразу прямо на руки. Ну и вы тоже хорошая. А что же вы чужому мужчину на руки прямо прыгнула аж? Если бы сам не предложил, сам об этом. Нет, а по-моему, на руки в этом нет ничего. Это такой, с одной стороны, близкий, с другой стороны, достаточно невинный контакт. Она же не на грудь ему упала. Он хотел в обиде. Роза, куда же она прыгнула? Мужчина. Аня. Куда от него уйдет? Аня, по крайней надо, поверьте мне, вот я просто вам могу дать слово, что на Андрееву и такое количество откликов, если вы к нему не выйдете, и он просто в ближайшей программе будет сидеть на вашем месте. Потому что это редкий тип мужчины, редкий, поверьте мне, потому что такой, как Андрей, способен любить. Такой, как Андрей, способен на нежность. Спасибо большое. Очень приятно. И мне очень понравился Андрей. И в нем есть ценнейшее просто качество, которое многие женщины способны, ну просто по достоинству оценить. Он при всей своей брутальной внешности будет достаточно зависимым от жены мужем, в хорошем смысле слова. Ну вот, да, да, точно. Встречайте третьего Жениха, удачи. Привет. Меня зовут Егор. Я надеюсь, мы понравимся друг другу и наслужатся отношениями. А это мне? Это тебе. Спасибо. Спасибо. Егор, 32 года. Владелец инвестиционной компании, пишет стихи, занимается вальными танцами, ходит в баню и обливается ледяной водой. Мечтает получить актерское образование в Нью-Йорке и стать обладателем премии «Оскар». Мама Егора была против всех его невест. Первую она считала слишком старой, вторую – через щур ревнилой. Надеется, что Анна придется ей по душе. Егор, смотрите, раньше принято было прислушиваться к мнению родителей, особенно все, что касалось выбора невесты, жениха. Но сегодня времена изменились, сегодня все живут своей головой. А почему ваша мама повлияла, вот, и в первом, и в втором случае на ваши отношения с девчонками? Она… Правда, девчонками назвать нельзя. Первая, на сколько была старшая? На 13 лет была старшая. С ума сойти. И ты где вы такую бабушку нашли-то? На дискотеке. В 80-м. На 13 лет старше невесты была? Да. Что она там жгла по-взрослому? Что она делала? Нет, просто мне понравились друг другу, загорелся определенный огонь, и мы продружили с ней около двух лет. У вашей женщины были дети от предыдущих браков, нет? Да, были. Сколько им было лет-то? Один? Мне тогда было 26 лет, ей было 19. Дочери ее? Да, дочери. И вот вы пошли к вашей сестре в гости со своей тетенькой? Ну, да. Мама устроила вечер, я пришел со своей женщиной. Моя сестра родная пришла со своим мужем, и просто моя сестра приревновала к… К своему мужу? Да, к своему мужу. А что она там такого делала? Что она же ее ударила? Да, она сделала пощечину. Может, коленки села? Нет, абсолютно не садилась на коленки. Просто есть люди в одной семье совершенно разные. То есть вы на чей были стороне? На стороне сестры или своей женщины? На стороне своей женщины. А женщина как отреагировала на это пощечину? Она не царство небесной сестры, нет? Нет, просто я сестру потом отвел, отправил на такси домой с мужем, и этим все и кончилось. Какая-то санта-паку. Его деда же девушка приставала к мужу, сестре. Черт, я запутался, не хочу. Вторая девушка тоже была постарше, но ненамного. Ненамного, наверное, два года. А та ревновала вас просто патологически? О, патологически. То есть куда бы я ни ходил, кого бы на работу к себе не принимал, где бы ни находился, я изменил. А вы же владелец инвестиционной компании, вы работодатель. Да, я работодатель. Вопросы есть? А кого это? Я вот все про часы смотрю. У вас они-то с бриллиантами? Нет? Нет. Ну, дорогие. Да я вижу тебя, вижу. Ну, дорогие, да? Я могу вам их подарить. Поэтому инвестиционная компания, ты ненадежный. Что говорить? А я ведь не откажусь. Такого у нас еще на программе не было. Ой. А ты говоришь, не бриллианты. А вот ты знаешь, Лариса, Роза молодец все-таки, надо смелее быть. Я просто человек... Теперь я за тебя. Бог с ней с той старой. Она как сорока у нее, на блестящее. Нет, просто я... Это как раз-таки его типа, женщины. А почему вы не женились на той самой ревнивой? Ну, она вынула ему мозг. Понимаете, если вы... Невозможно. Так может, она и вынимала. Знаешь, он встречается с ней, встречается пять лет. Естественно, она начинает дознаваться о том... Не, не пять. Сколько вы с ней встречались? Около трех лет. Конечно. А много тайн-то было от нее, Егор? Нет. Немного? Но были. Нет, ну, как я человек, имею определенные тайны. Да, любой человек. Ну, конечно, не всю коленку нужно показывать мужчине. Не, ну, маленькие тайны такие. Скажите, пожалуйста, вот Аня не может отойти от прежних своих отношений. Уже много лет. И они созваниваются, Аня настаивает на том, что они друзья. Я, правда, не понимаю вот эту дружбу. Нет, дружба... Это, когда хорошо расстаются, и остается дружба. Послушайте, не надо. Расстались и все. И расстались. Егор, будете нормально реагировать, сопровожать ее? Она такая задумчивая. Скажите, я к своему другу. Пошла. Пожалуйста, я другу позвоню. Ее другу позвоню и скажу, сейчас я к тебе Аню приведу. Пожалуйста, прими ее, накорми, а то голодная может обязательно. Егор, у вас не больно будут расти рога, потому что облысеете вы нескоро. У вас так газончик такой вполне себе... Хлотенький. Это Дены. Хлотенький. Поэтому сложат у вас, Аня, отношения, не сложат. Вы и в следующих своих отношениях можете также доверять и провожать свою женщину к бывшему. Пожалуйста. Если не хотите меня мудро слушать. Спасибо. Зачем жить страхами? Надо жить, наоборот, положительными эмоциями. Действительно, действительно. Ну, чешется вот голова от рогов. Ну, и что теперь? Покажите сюрприз. Да, покажите. Пожалуйста. Я сейчас хочу Ане подарить. Тут эта картина, здесь мое стихотворение. Можно передам. А это ваше стихотворение вы сами написали? Да, мы ее лично. Открывай. Ой. Счастливо. У нас совесть упакована. Сделана с любовью. С любовью. С любовью. Ого. Танцы. Теперь я предлагаю танцевать со мной линский вальс. Ух ты. Готово? Да. Куй. Счастливо. Готово. На самом деле не получилось. Это было головокружительно. Спасибо, девочки. Забирайте своего друга. Скоро узнаете, кого Анечка выбрала. А пока подождите в своей комнате. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ого. Ну как, вспыхнула искра, о которой ты говорил. Роза, а как тебе жених? Да за такие часы еще шкаф. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пожалуйста, каждый день. А вот за жемчиком, который вам, может сказать, манн небесный свалился, как говорится, нырять приходится. А вам даже нырять не надо. Берите. И делайте с него, что хотите. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, Егор, тебе понравилась невеста? Да, понравилась. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты выйдешь за невестой, если она зайдет в нашу комнату? Обязательно выйду. АПЛОДИСМЕНТЫ Василиса. Очень мало женщин-стрельцов, которые не страдают свойственным для этого знакоснобизмом. Я боюсь, что некоторая провинциальность, белый костюм, вот таким образом, преподанный и сюрприз с вальсом, который был, на мой взгляд, Оттолкнул? Вполне. Таким соответствующим ситуациям может оттолкнуть вас. Я не знаю, прокрутились ли у вас сейчас в голове кадры того, как вы такого мужчину можете своим друзьям, приятелям показывать, насколько вы себя комфортно будете при этом чувствовать. Я бы не стала так унижать Егора. Я никак не унижаю Егора. Я считаю, что просто у всех людей есть свой ценз избирательности, как внешность, как образование, образы жизни, поведение в обществе. Вы, очевидно, из разных стихий, но кто-то к этому относится очень спокойно, для вас же это может быть серьезным препятствием для продолжения отношений. Я просто констатировала. Усилиса, ты же умная женщина, но это же так очевидно, то, что сказала. Это так поверхностно, и это просто лежит вот по самому. Ну, мне казалось, что ты все-таки глубже, но это же такая ерунда, это же такая мелочь. Это ерунда, но не для всех, Лариса. Пусть так остается. Я пытаюсь подчеркнуть, что для каждого важно свое. Через несколько минут мы узнаем, в какую из комнат пойдет Анна. Оставайтесь с нами. Вы познакомились с тремя женихами. Советуйтесь. Сложный выбор, все очень разные. Аня, ты сама давай говори. Своё ощущение. Энергетически, наверное, ближе все-таки Андрей. Толя, потому что это был какой-то физический контакт, да, то ли, не знаю. А Никита? Никита тоже интересный персонаж. То есть ты выбрайся сейчас между Андреем и Никитой? Скорее, да. Но Никита, наверное, молодой. Молодой? Непонятно. Мне понравился и Андрей, мне понравился и Никита, и Егор. Таких, как Андрей, нельзя обманывать и нельзя обнадеживать. Если вы думаете, что вы такая прекрасная, сможете ему поморочить голову, абсолютно не уверена в том, что пойдёте на роман с ним и на отношения, вы глубоко ошибаетесь. А я не собираюсь никому морочить голову. То есть, если вы согласны действительно разделить свою жизнь? Нет, не сейчас. Но если вы сомневаетесь хотя бы процент на 30, что вы сможете жить и в Белоруссии, и в Москве, не ходите к нему, тогда Никита. Потому что Андрей не заслужил того, чтобы его в 33 года морочил даже такая прекрасная кафе. Я, ну, конечно, за Егора. А обосную, не только. Это тоже очень важный фактор. Есть ситуация какая? Вот я сейчас с вами невестам говорю. Вот представь, что вот пришёл вроде незрачненький такой провинциальный, вот ты взяла его, как бы одела бы его. Вот нравится тебе, как ты его как бы это, облагообразила? Ну, значит, и бери. Есть фантазия, срабатывает. Но вот это самопорочный путь. Почему? Вот пришёл он в таком костюме, пускай ходит, значит, другая не будет на него зариться и не уведёт, когда нужно. Поэтому прекрасный костюм. А мужчина должен вкладываться в женщину, в свою женщину. Если он в сваху так вложился, я просто представляю, во что он вложится и как он вложится в вас. Не будьте дурочкой. Хватайте, берите, пока я его не пристроила куда надо, собственно говоря. Своё право, да, вот. Подход оригинальный. Я по-прежнему рекомендую Андрея, которому же лестно высказал. Я считаю, что он идеальный представитель мужского рода для такой женщины, как вы. Другое дело, что вы должны это оценить ещё и, ну, может быть, забыть про свою потребность в бесконечной перемене мест, в бесконечной общительности мужчины и пыскать в нём какие-то другие качества. Ланечка, к кому бы вы сейчас не пошли, а вы идёте к достойному парню, в любом случае мы вас поддержим, и, в общем-то, моё поздравление. Садитесь. Наши будущие герои ждут ваших откликов. Отправляйте СМС с их номером по телефону 4151. Сергей, 29 лет, номер 3070. Арт-директор в ночном клубе. Гордится своим 7-летним сыном, предупреждает, что ревнив и требователь. Знакомится с доброй, порядочной брюнеткой без вредных привычек. Юлия, 21 год, номер 3071. Экономист-международник, учит языки, много путешествует, занимается спортом, гордится тем, что никогда не останавливается на достигнутом. Ищет спортивного, целеустремлённого молодого человека с чувством юмора и хорошими манерами. Мы не знаем, выйдет она одна или с избранником. Я приглашаю всех выходить, давайте её поддержим. Привет! Привет! Ой! Спасибо! Сегодня у нас есть пара Анна и Андрей. И для вас поёт Настя Волочкова. Я подумал, что она вынесла туда миллионов 10-20, а там оказывается, что 100 тысяч рублей. Гораздо более унизительно уезжать потом с чемоданом, если отношения не сложились, а ты девушка, чем выставить мужчину за дверью. Там были люди, которые не умеют себя вести в обществе. И друзья тут стали говорить, что она тебя сладко приворожила. И вот тут я это и понял, что, наверное, в этом есть доля правды. А бюджет вместе у вас какой? Как я тебя, Роза, люблю. Роза.